Воскресенье, полвосьмого утра. Четырёхмесячного Махаи одевают для самой важной поездки с момента его рождения. Махаи – подвижный, обаятельный малыш, которого обожают родители Абу-Араб и Им-Араб-Кавазбе. Но у маленького Махаи две серьёзные проблемы. Он родился с пороком сердца, который ограничивает поступление кислорода в кровь. К тому же его семья живёт на оккупированном западном береге реки Иордан в Палестине, где из-за бедности и длящегося многие десятилетия конфликта с Израилем пострадали все сферы жизни, включая медицину. В больницах не хватает оборудования и врачей для лечения таких пациентов, как Махаи. В это воскресное утро семья Кавазбе примет участие в редком примере израильско-палестинского сотрудничества. Палестинский педиатр дал им направление в израильскую программу, в рамках которой оперирует палестинских младенцев. Эта программа называется «Спасти детское сердце» и базируется на окраине Тель-Авива в знаменитой больнице имени Эдит Вольфсон. Организация помогла семье получить разрешение на въезд в Израиль. И всё равно на контрольном пункте при въезде в больницу Абу Араба просит высадиться из машины. Через 10 минут семью пропускают. Абу Араб обращается к администратору на иврите. Израильский врач Леор Сасон – клинический директор и главный хирург программы «Спасти детское сердце». В этот волнующий день Кавазбы настроены оптимистично, поскольку их сын находится в руках израильских врачей. Доктор Саги Асса говорит по-арабски с акцентом и пытается объяснить проблему Махаи с помощью рисунка. Как и большинство сотрудников программы «Спасти детское сердце», доктор Асса – израильтянин. Однако организация начала нанимать и палестинских врачей, медсестёр и вспомогательных сотрудников. В эту же неделю вместе с Махаев в кардиологическом отделении оказались ещё два палестинских младенца, оба из сектора газа. В их семьях болезнь ребёнка отяготила и без того безрадостный год. По данным ООН, во время войны 2014 года погибли 2200 палестинцев, из них более 500 – это дети. Погибли также более 70 израильтян. Около полумиллиона палестинцев лишились домов. Ричард Райт – директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которая, среди прочего, управляет медицинскими центрами для беженцев. Родители Махаев стревоженно ожидают в холле надоперационной. Когда операция завершается, маленького пациента перевозят обратно на первый этаж. Абу Араб, вне себя от ожидания, бежит по коридору за каталкой с Махаев. Кардиолог докладывает о результатах утреннего обследования. Функция органа налажена. У Махаи теперь полноценное сердце. «Добрая весть» перемежается с арабским выражением «Иншаллах» – «даст Бог». Это лишь небольшой уважительный жест, но он реально напоминает о том, что тяжелобольные дети – не единственные люди, чье сердце исцеляется в больнице имени Вольфсон. Репортаж подготовила Джули Коэн для Организации Объединенных Наций.